Всем привет. Меня зовут Смирнов Данил. Я инженер по тестированию в команде Core Android. И сегодня я расскажу продолжение нашей истории с фермы эмуляторов. Сегодня мы поговорим о том, как мы взаимодействуем с эмуляторами в наших автотестах, что мы для этого используем, что у нас было до фермы девайсов и что стало благодаря этой самой ферме. Чтобы нам погрузиться во всю эту историю, нам сначала нужно понять, что такое вообще сервис девайсов. Это сервис, который помогает выстраивать нам взаимодействие между раннером тестов, который, соответственно, запускает прогон, и самими девайсами. Этот сервис должен помогать нам выделять девайсы в монопольное использование, так как мы можем запускать несколько тестовых прогонов в параллель. Соответственно, мы должны быть уверены в том, что девайс используется только в одном тестовом прогоне. И также сервис девайсов должен мониторить состояние этих самых девайсов, чтобы в прогоне оказались точно работающие девайсы. Девайсы у нас — это эмуляторы, которые хостятся в отдельном дата-центре, в контейнерах, обернутых в кубернетис. Если тут есть админы, которые этим занимаются, приду их большой привет. Соответственно, эмуляторы подключены к OpenSTF, а если быть еще более точным, к нашему флорку OpenSTF, которым назвали KSTF. Зачем они подключены к STF? Очень часто бывает такая ситуация, когда во время тестового прогона происходит какая-то ошибка, мы находим какой-то баг или что-то происходит такое, из-за чего прогон упал. Мы можем подключиться к эмулятору, на котором был прогон, и проверить все вручную. Плюс STF помогает нам контролировать состояние этих самых устройств. То есть подключены ли они, отвечают ли они, доступны ли к ним АДБ-соединения. И самое главное звено, которое запускает всю эту цепочку, это раннер тестов. Мы используем свой раннер тестов Sprinter. Подробнее про него в прошлом году рассказывал Николай. Можно отсканировать QR-кодик и посмотреть. Николаю тоже большой привет. Итак, у нас был свой первый сервис девайсов, но он нас не совсем устраивал, потому что у нас был целый ряд проблем. Первое. Это необходимо поддерживать каждую отдельную часть вот этой большой инфраструктуры. То есть что раннер тестов, что сервис девайсов, что ферма, что эмуляторы представляют собой какую-то отдельную часть, которая где-то хостится, которая кем-то разрабатывается, кем-то разворачивается и кем-то поддерживается. Соответственно, для каждого звена нам нужно минимум 4 человека, что не очень круто. Это все, соответственно, довольно сложно масштабируется. То есть если к нам пришли ребята из соседней команды, сказали, мы хотим гонять тесты так же, как и вы, то нам нужно найти где-то еще по 4 человека на каждую часть цепочки, чтобы развернуть все это у них или отмасштабировать текущие команды, которые это все поддерживают, что довольно сложно. И отдельные части этой самой инфраструктуры не всегда знают про состояние соседних частей. Это ведет к тому, что девайсы, которые захватывал сервис девайсов, не всегда могли быть в монопольном использовании. То есть могла возникнуть такая ситуация, что девайс отправился в тестовый прогон, параллельно с этим кто-то зашел в STF и взял этот самый девайс. Человек запускает на нем локально какие-то тесты или что-то делает руками и видит, что резко на девайсе начинается показываться мультик в виде того, что там гоняются другие автотесты, что не очень круто. Мы посмотрели на все это и поняли, что возможно нам стоит изменить подход к тому, как мы захватываем девайсы и как-то переработать наш сервис девайсов. И мы решили, что надо бы почитать документацию OpenSTF. Почему? Потому что OpenSTF во всей этой цепочке находится ближе всего к девайсам, знает все про их состояние, умеет ими управлять, и мы начали изучать. И в процессе изучения мы пришли к выводу, что мы можем интегрировать свой сервис девайсов внутрь и тем самым упростить инфраструктуру. Почему? Мы поняли, что мы можем это сделать. Внутри STF есть функционал, который очень похож на то, что нам было нужно. Это так называемые группы девайсов. В STF они представляют собой объединение девайсов. То есть мы можем добавить какие-то девайсы в группу. У этой группы может быть время действия. То есть девайсы могут быть захвачены какое-то время. У этой группы может быть свой пол юзеров. То есть только определенные юзеры могут иметь доступ к этим девайсам. Эти группы могут повторяться и иметь там разные типы. Например, в нашем случае прогон может длиться от 30 минут до часа. Соответственно, мы создаем группы, которые длятся от 30 минут до часа и после этого самоудаляются. Итак, мы поняли, что мы можем это доработать и решили начать это делать. И что у нас вышло? У нас получилось запихнуть весь функционал сервиса девайсов, который уже был внутри STF, и его доработать. То есть, например, мы смогли реализовать механизмы, когда у нас девайс действительно в монопольном использовании, то есть он прям блокируется в интерфейсе STF, пишется, что он используется в автотестах, можем посмотреть, в каком конкретно прогоне, когда этот прогон начался, когда он примерно закончится, и куча всяких других классных штук. Также у всей этой истории улучшилось быстродействие, потому что теперь меньше походов по сети. То есть теперь мы не ходим сначала в сервис девайсов, потом сервис девайсов ходит на ферму, потом ферма спрашивает эмулятор, ты там живой? Теперь мы ходим в ферму, ферма такая, эмулятор, ты там живой? Коннектит эмулятор, и все классно. Для того, чтобы, если вдаваться в технические подробности, то все это представляет собой набор API-ручек, которые внутри дергают уже методы STF, которые были до нас, но были слегка доработаны, так как STF open-source решение, и в нем довольно много багов. И, соответственно, теперь более подробно о преимуществах. Теперь нам для прогона автотестов нужны только эмуляторы STF и самранер-тестов. То есть мы избавились от еще одного звена в этой цепочке. Нам не нужно поддерживать его отдельно. Его поддерживают все те же люди, что поддерживали STF. У нас не происходит двойного захвата девайса. Процесс распределения эмуляторов стал быстрее и стабильнее. И мы сделали механизмы экстренного освобождения девайса в случае возникновения каких-либо проблем. Потому что теперь мы точно знаем, что там с девайсом что-то произошло. И теперь, если у нас какие-то проблемы на стороне раннера тестов или другой тестовой инфраструктуры, девайсы поймут, что их никто не использует. И группа девайсов сам уничтожится, и девайсы сможет захватить другой прогон тестов. В заключении хочется сказать, что мы значительно ускорили время подготовки прогона, улучшили время взаимодействия с девайсами. И в будущем мы планируем еще больше ускорить работу, так как уже сейчас есть очевидные места, где мы можем это улучшить. Сделать механизм горячей замены девайсов. Это нужно для того, что если девайс сломался прямо в прогоне, мы могли бы его заменить. Сделать резервирование. Под резервированием предразумевается, что у нас есть отдельный пол девайсов где-то рядышком, из которого мы тоже можем брать девайсы под замену, в случае, если у нас произошла какая-то серверная авария или еще что-то. И также мы пришли к мысли, что было бы круто пересоздавать эмуляторы сразу после прогона, для того, чтобы избежать, так сказать, нестабильного поведения автотестов. На слайдике есть повтор QR-кода, который уже был, а также остальные QR-коды с докладами моих коллег про UI-тесты и то, как мы еще автоматизируем и упрощаем нашу работу. Спасибо. 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 Спасибо.